Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Чисто там, где не ссорят, прокуратура ликвидировала 10 несанкционированных свалок. 32 фальшивки. Куш сорвали сотрудники правоохранительных органов. О службе и долге. 25 июля отмечается День работника органов следствия. Павел Молков поручил Минтрансу и антикоррупционному комитету проверить организации, ответственные за состояние обочин дорог в регионе. Эту тему губернатор озвучил на заседании правительства. Глава региона отметил, что в поездках по районам области часто видит мусор на обочинах и нескошенную траву. О результатах проведенных проверок он поручил доложить через неделю. Как итог, Павел Молков отметил, цитата, «Я надеюсь, что это станет еще одним сигналом для ответственных лиц и для подрядных организаций. И обочины, наконец, в порядок будут приведены». В Шиловском районе ликвидировали 10 несанкционированных свалок. Об этом сообщает прислужба региональной прокуратуры. Марина Романюк продолжит. В результате прокурорской проверки в границах девяти сельских и одного городского поселения Шиловского района обнаружили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Главам десяти поселений были внесены представления по результатам рассмотрения, которых свалки ликвидировали. Прокуратура района проведена проверка по вопросу организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Шиловского муниципального района. Проведенная проверка установлена, что в нарушении требований федерального законодательства в границах десяти поселений Шиловского муниципального района Рязанской области размещены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. С целью устранения выявленных нарушений прокуратуры района главам 10 поселений внесены представления, в результате рассмотрения которых свалки ликвидированы. Кроме того, прокурорам района возбуждено 10 дел административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время постановление рассмотрено, виновные лица привлечены к административной ответственности. Несанкционированные свалки, проблемы с которыми борются ведомства региона, тесно взаимодействуют друг с другом. Все больше таких свалок ликвидируют, и результат работы могут видеть жители районов. Однако к самим людям тоже есть вопросы, ведь некоторые стихийные свалки возникают именно в связи с безответственным отношением местных жителей к окружающей среде и собственным населенным пунктам. Жители столицы подозревают в сбытии фальшивых купюр, при том на территории нашего региона. В ходе расследования из оборота изъято 32 поддельные пятитысячные купюры. Это уголовное дело стартовало сразу в нескольких отделах полиции во всех четырех районах города. Туда поступило заявление, что обнаружены подозрительные пятитысячные купюры. Как выяснили полицейские, этими деньгами расплачивались в табачных и цветочных магазинах, а также при покупке овощей. Все 14 подозрительных банкнот отправили на экспертизу. Проведенные исследования догадку полицейских подтвердили. Купюры имеют признаки подделки и изготовлены не на предприятии «Гоззнак». Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Москвы. Выяснив маршрут их передвижения, оперативники выехали в столицу и разыскали злоумышленников. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области 19-летний молодой человек был задержан по месту проживания, а его 26-летний сообщник в метро. У младшего из сообщников полицейские изъяли 18 поддельных денежных купюр, а также товары, купленные при сбытии фальшивок. За что задержано? За сбытие фальшивых купюр в городе Рязань. Вину свою признаете? Да. За что задержано? Статья 186, часть 1. Сбыт фальшивых купюр в городе Рязань. Предварительно удалось установить, что банкноты эти злоумышленники приобрели с помощью теневого сегмента сети интернет. После приехали на такси в Рязань. И уже здесь объезжали на самокатах торговые точки, в которых и расплатились этими 14 фальшивками. Уже после этого вернулись в Москву. Сейчас Следственным управлением УМВД России по Рязанской области все уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и других ее эпизодов. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заголовки с названием «Окской жемчужины» мелькают в средствах массовой информации регулярно, при том как в положительном, так и в отрицательном ключе. На этот раз сотрудников «Окской жемчужины» обвинили в том, что они сбили гнезда ласточек с фасадов зданий и выбросили птенцов на помойку. Молчать, думаю, преступно в данном случае, впрочем, как и творить такое. Посмотрите, какие милые маленькие птенчики сидят в коробке. А сидят они в коробке, потому что до этого лежали в помойке. Такой пост появился в социальных сетях сегодня. Автор его Ирина Трофимова, волонтер. Она давно занимается спасением птиц. И в этот раз женщине позвонили из парка отеля «Окская жемчужина». В «Окской жемчужине» я даже не знаю сколько, там тысячи этих ласточек. То есть они эту территорию давно уже отдобовали. И гнезд там очень много. Ну вот, видимо, периодически они чистят фасады. Эти ласточки, они перелетные. То есть их полгода там нет. Они где-то в сентябре все берут и улетают на юг. До весны их на территории нет. Вот хоть обспивайся эти гнезда, когда там никого нет. Но они сделали это тогда, когда раздаркнет давание. Прям вот в самый пик. Когда там вот все гнезда полны вот этих вот птенцов. Кому пришло в голову сбивать гнезда с птенцами, а главное зачем? Вопросы без ответов. Тем более, что, по словам Ирины Трофимовой, ласточки – исключительно полезные птицы. Ласточки более того, они полезные. Они уничтожают много вредных насекомых. То есть они, поскольку пытаются с птенцами, они их в огромном количестве уничтожают. Если бы не было птиц, мы бы были бы все, пока не находили бы в засекомых. Часть птенцов были в довольно тяжелом состоянии, но к настоящему моменту их удалось реанимировать. Все живы. Теперь их предстоит кормить и любить достаточно долгий период времени, пока они не будут готовы к самостоятельной жизни. Богской жемчужине пока никак не прокомментировали происшествие, но мы отправили письмо с просьбой пояснить мотивы и логику сотрудников, решивших разорить гнезда. 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Этот праздник единый для всех следственных органов страны. Отмечают его в этот день не случайно. Именно 25 июля в 1713 году император Петр I подписал указ о создании следственной канцелярии, положившей начало следственной службы в России. Ведомство наделялось полномочиями по производству предварительного следствия и создавалось прежде всего для расследования коррупционных дел. Сегодня следователь это не просто сотрудник правоохранительных органов. Он должен разбираться во всех тонкостях уголовного кодекса, так как обычно руководит расследованием не одного, а сразу нескольких дел. В обязанности следователя входят принятие заявления и решения о возбуждении уголовного дела, проведение неотложных следственных действий с подозреваемыми, допросы, проверки показаний, а также введение отчетности о проведенных мероприятиях. Аида Амаханова следователем хотела стать с детства. Привлекала ее, говорит, тема правоохранительных органов. Поэтому учебное заведение не выбирала. Сразу подала документы в Московскую академию следственного комитета. После, по распределению, попала в Кораблинский межрайонный следственный отдел. Первый выезд, помню, это был прям ровно в первый день работы. Был найден мужчина, который до этого чиселся в бездости пропавшим. Был найден сгоревшим в трансформаторной будке. В общем-то, выезжал на труп. И тогда мне коллега, мой наставник, помог его описать. Выезжали сотрудники полиции, судебный медицинский эксперт. И с этого началось мое знакомство, в общем-то, с выездами. Первое дело тоже помнят. Это была попытка дачи взятки должностному лицу. Женщина попыталась вручить сотруднику миграционной службы 20 тысяч рублей, чтобы мужа зарегистрировать в Кораблинском районе. Не удалось. А после таких дел были десятки. Запоминающиеся, конечно, убийства. Особо тяжкие. Одно из них началось с простого сообщения. Вся квартира в крови. И стены, и предметы мебели. В ходе следствия выяснили, что все началось с того, что хозяин квартиры пригласил к себе людей с улицы. Мужчина, которого они пригласили в дом, оскорблял сожительницу мужчины. И он, соответственно, начал табуреткой избивать его. Затем руками, ногами от дивана отодрал доску. Также ему по голове нанес повреждение. В общем, телесные повреждения были, насколько я сейчас помню, больше 20. Второй, тоже мужчина действия в группе, ногами прыгал по голове уже, можно сказать, чуть живого человека. И затем, когда они поняли, что он уже не дышит, они отнесли его в ванну. Их задержали в ту же ночь. Через два месяца дело направили в суд. Как итог, одному из них дали 8 лет строгого режима, другому 10. Через полтора года Аиду Амаханову перевели в железнодорожный район. Вместе с ней ее наставника. Заместителя руководителя железнодорожного межрайонного следственного отдела Алексея Мастюкова. С самого начала своей деятельности Айдальбертовна зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Грамотно проводил следственные действия. Своевременно выезжал на место совершения преступления. Четко планировал работу свою и работников, выезжающих в составе следственной оперативной группы, на места происшествия. Умело применяла на практике криминалистическую технику, а также грамотно планировала следственные и проверочные мероприятия по рассматриваемым сообщениям о преступлениях и по расследуемым уголовным делам. Сейчас Аида Амаханова работает в следствии уже два года. Говорит, что о выборе профессии ничуть не жалеет. А самый лучший совет, который ей давали наставники, не принимать все близко к сердцу. Работать с холодной головой. Может, это и стало одной из причин такой высокой раскрываемости. На улицах Рязани появились новые картины. Теперь город украшают героя исторических событий и современности, которые имеют прямое отношение к Рязани. По словам создателей, проект призван актуализировать забытую часть истории. Спящий крестьянин, солдат с сельдями, швея и еще пять персонажей поселились на стенах рязанских зданий. Не только центр нашего города, но и его закоулки могут поведать свою историю, считает экскурсовод Николай Литвинов. Именно поэтому все арт-объекты расположены с изнаночной стороны сердца города. Работы выполнены с участием художника из Владивостока Павла Шугурова. А идеи для персонажей придуманы экскурсоводом Николаем Литвиновым. Это такие наши рязанские обыватели и люди, связанные с нашим городом, чиновники, политики или простые люди, о которых мы даже можем не знать. Какие-то энные персонажи без имени. Мы подбирали, старались покрыть все наши периоды последних двухсот лет. Здесь и люди, которые жили при императорах, при генсеках, при первых секретарях и так далее. От простых строителей, крестьян до Хрущева и Салтыкова, известных людей исторических личностей. Арт-объекты выполнены в старинной технике декорирования. Она называется с графита и переводится с итальянского как поцарапанный. Эта техника предполагает работу с двумя кроющими материалами. В данном случае это бетон светлого и темного оттенков. Рельефное изображение получается за счет частичного воцарапывания верхнего слоя. Такая работа долговечна, рассказывают художники. Ведь в отличие от обычных граффити, такое произведение стрит-арта нельзя закрасить. Рисунок будет выступать даже под слоем краски и не потеряет своего вида. Здесь в течение нескольких лет существовал лагерь. Впоследствии в 23-м году он был упразднен. И территория бывшего казанского монастыря, полегающая территория, была дана под создание швейной фабрики впоследствии. Получилась вот такая вот худенькая, простенькая девушка, которая из-под швейной машинки. Из-под ее рук выходят уголовные дела. Кстати, работы отдают не только дань историческому прошлому нашего города, но и отражают его настоящее. Яркий пример тому с граффита с изображением Иосифа Питунина. У нас здесь изображен весовщик Иосиф Питунин, которого знает каждый местный житель. Он на улице почтовый, неизменно уже много-много лет взвешивает рязанцев по одной фиксированной цене в 3 рубля. С граффита это новое веяние для уличного искусства нашего города. По-современному дерзкие арт-объекты очень аутентично вписываются в облик исторического центра Рязани. И хотя все работы расположены сравнительно недалеко друг от друга, найти их под силу только самому внимательному любителю пеших прогулок. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.